Распорядиться материнским капиталом можно по-разному. Реализовать его на улучшение жилищных условий, оплату обучения в высших учебных заведениях, а также содержание ребенка в детском саду. С 2018 года семьям с невысоким доходом также можно получать ежемесячные выплаты из этого сертификата. В этом году такое право также имеется. Подробнее об условиях расскажет Альмир Новоселова. Ежемесячную выплату из материнского капитала могут получить семьи, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года и был получен сертификат. Чтобы понять, полагается ли выплата, нужно среднегодовой доход родителей разделить на 12, а затем на количество всех членов семьи. Если сумма меньше полуторакратного прожиточного минимума от родоспособного населения в субъекте, значит можно обращаться в отделение пенсионного фонда. Сейчас размер выплаты на Ямале составляет 16 175 рублей. Выплачивается она до полутора лет ребенку. Но если есть необходимости и далее к такой выплате, и если есть прецедент, что доход не достигает, то через полтора года вправе снова по достижению ребенка полутора лет обратиться вновь и будем платить дальше. То есть в любом случае, если в следующем году ребенку будет полтора года, то сейчас в апреле обратились, платим, то есть это не ежегодно, а платим ровно до достижения полутора лет. А дальше, если есть необходимость, то повторное будет обращение. Причем, если заявление на ежемесячную выплату подано до исполнения ребенку полугода, то семья получит деньги за все прошедшие месяцы, если позже только со дня подачи. Стоит учесть и другой нюанс – переезд семьи. Если они переедут куда-то в другое место, то, по сути, они, конечно, должны дело материнского капитала запросить к новому месту жительства. И тогда какие-то взаимоотношения, уже связанные с распоряжением капитала, будут осуществляться по новому месту жительства. За 2018 год и до февраля этого года окружные территориальные органы пенсионного фонда приняли 167 заявлений семей на получение выплаты и направили семьям 18 миллионов 700 тысяч рублей. Альмира Новоселова, Эдор Захаров, программа «Время местное».